На кафедры белорусской литературы Гомельского Держа Университета белорусской мовой и айчинной культурой займаются профессийно. У этой справе, кажуть, не бывает дробезов. Вся рода пошняга трехтомная доследование творчества письменников Гомельшины. Хоть только сучасным периодом загадчик кафедры, профессор Иван Штейнер, не обмяжовывается. Зараз у областным драмтеатры почалась репетиция его пьесы «Спокушение Франциска Скарины». На белорусской мове, зрозумела. Усе артисты отнеслись с такой, как бы тут докладнее сказать, цикавостью, навод Прагой певной. Они приходили сюда, в музей наш, цикавилися про Франциска Скарины, сшикали новые вестки, думали, як у докладнитое эти иншай слова, як оно учить народной мове. На спектакль о першем белорусским друкаре обовязково запросе студенту. Боя клишать в университете имя Франциска Скарины, сучасная молость белорусскую культуру все ж таки ведая недостаткова добра. Цяпер усе рационально, больше запотрабованы так званые малые формы литературы, якими насыщенный интернет. Правда, есть и иншые приклады. Гамильчанин Андрей Савостин хоть и вучится у медуниверситете, але белорусская литература цикавится у Сруйоз. Я рос сярод белорусских книжек, сярод белорусской литературы. Мне вельми цікаво читать новые творы, у яких описывается природа Белоруссии. Белорусская культура, она вельми шматгранная и вельми цікавая. У нас вельми прыгожая песня, у нас вельми прыгожая танцы. Межнародный день родной мовы, гумели, а значит, с устречами с письменниками и библиотечной акцией «Размовляй со мной по-белорусску». У ее рамках выстава присвечена землякам, членам Союза письменников и журналистов. Экспозиция белорусской литературы. Але самая головная работа с читачами. Необъяковый далесу родной мовы библиотекарь нашего города вырешили у свято родной мовы 21 лютого звернуться до наших читачов только на белорусской мове. Сегодня мы, превсуговывание наших читачов, пропонуваем замест замежных авторов ответные по жанру книги белорусскомовных авторов. А так само разговариваем помеж собой и с нашими читачами только на родной мове. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Продолжение следует...